МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У недельным эфир информационная программа Семдион и ее ведущая Вольга Шмаргун. Витаю вас. Сегодня другого кастричника и на протягу ближайшей годины подводим выники ты дня. Наши корреспонденты знайшли множество цикавых новин. Про их расскажем. Павысить эффективность в творчестве сельско-господарчей Галины и тем самым забеспечить финансовую стабильность предприемству. С гэтым этой в Витебской области створены интегрированные структуры, которые закликаны вырешать одну из основных задач аграреу – знизить себе кошт продукции. Наш корреспондент Инна Кирыенкова побывала у господарцы «Заозер» Елепельского района и поцекавилася, як гэта отримливается на практице. На запасе тю достатковой колькастей якосных кормов головный клопот аграреу. На палетках господарки зараз активно убирают кукурузу. До полторы тысячи тонн зеленой масы за день вырабляя один комбайн. Практично треть площадь уже скошена. Все лето кукуруза уродила на славу. Сбирают свыше 500 центнеров на круг, что удвоя – больше минулогоднего. Особные палетки дают навыть больше 630 центнеров. Поспособствовала, конечно, и погода, проходили дожди. Ну и кукуруза такая культура, надо любить азот. Здесь даже на данном поле у нас внесено около 200 кг действующего вещества только по азоту. Мы два раза ее подкармливали. Вот он и виден эффект. Закупить своечасово минеральные туки, палево, драмантовать технику за уластные сродки одной господарцы не под силу. Тут упевнены, что только с уместными намаганиями, объеднавшись в одну структуру, можно выращать подобные задачи. Господарка за озерье специализуется на вытворчестве молока. Что день на Лепельске молочно-консервовый комбинат поставляет до 30 тонн молока, 77% якого иде классом экстра. Отримливое великое молоко только дякуючи якостным кормам. Все лето меркует на запасе до 30 кормовых одинок на умовную голову живелы. И тем самым забеспечит полтора годовый запас сбалансованных кормов. Постоянно клопотится и про узнавление дойного остатку. Все лето за уластные сродки побудовали специальное помешкание для утримания телят. На двух животноводческих фермах общая поголовая там составляет 400 голов. Мы делаем два такие профилактория для маленьких телят. Я считаю, что там будет комфортно, будут и привесы, будет сегодня удобно и оператору, который будет выращивать, доглядать этих теляток. Ему будет приятно, ну и теленку тоже приятно находиться в таких комфортных, хороших условиях. Это у нас будет сделано где-то в пределах на 240 голов, вот такие помещения. Зато и отпала необходимо заниматься выращиванием молодняков. Господарцу это невыгодно, покольки она не имеет належных умов для его утримания. Иншая специализация, а это уже додатковые расходы. Бычков, которых сегодня мы получаем от нашего поголовья, мы у себя держим до веса 50, максимум 80 кг. И отдаем хозяйство Барсеева и Лавжанска, которые входят в Витебскую интегрированную структуру. Я считаю, что это выгодно отдавать на эти предприятия, которые именно технологически занимаются, там полностью весь спектр выращивания мяса. Мы же в основном специализируемся на молочной продукции. А это экономия ресурсов. До того же, створивши добрую кормовую базу, заазерцы смогут нарастить объемы вытворчасти молока и тем самым умоцевать свое финансовое становище. Инна Кириленкова, Кирилл Кайсберг, Новины, Лепельский район. Три предприемства целлюлозно-паперовой голены концерна «Беллес-Папера-Прам» долучились до холдингу «Белорусские шпалеры». У их лику и чашницкая паперовая фабрика «Червоная зорка», якая изъявляется филиалом Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. На думку специалистов, такая интеграция будет содейничать в решении питаний импортозамещения кордонно-паперовой продукции и нарушиванию экспорту. Тему протягивая наступный материал. «Червоная зорка» – одно со старейших предприемств целлюлозно-паперовой промысловости Белоруссии, в которой специализуется на выпуску паперы. За сутки тут вырабляют около 80 тонн паперы. Распочатая в 2010-м годе модернизация в творчестве дозволила не только повеличить объемы выпуску, а и значительно полепшить якость продукции. У приватности закупили новую технологичную линию перепроцовки сыровины. С одной тонны 250 кг макулатуры отримливают до одной тонны якостной паперы. У перспективе – освоение новой линейки товаров – тымлику для лёной целлюлозы. «Смонтирована новая масса подготовки покровного слоя, что нам позволит использовать в нашем производстве целлюлозы». Выйсти на больше высокий уровень работы предприемство сможет тымлику и дякуючи уступлению у холды. Четыре годы тому оно было долучено до Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. Тому вопыт совместной работы уже есть. «У нас сегодня транспортная проблема. А у холдинга белорусские обои есть возможности излишне эти услуги могут оказывать по перевозке макулатуры, сырья, нашей продукции. Это уже здесь плюс. В результате объединения и практической работы, я думаю, что много найдём плюсов в нашей работе совместной холдинга». А кроме червоной зорки, в склад холдингу вайшли ещё два ведущие предприемства концерна «Белл лес Папера Прам». Керовники этих субъектов господарения подписали ответный документ. «Все основные функции управления этими предприятиями занималась управляющая компания. То есть от снабженщинско-сбытовых, бухгалтерские службы, экономические службы, все вопросы, связанные с консалтингом, в перспективе всем этим будет заниматься управляющая компания». «Объединив усилия, мы можем задействовать производственный потенциал любой фабрики и решить любые проблемы на любом отдельном подразделении, в другом городе, в другом населённом пункте. Вот это уже сразу, на мой взгляд, даст определённый эффект». Такая интеграция, на думку специалистов, допоможа вырешать одразу некольки проблем. Для предприемства у дельнику концерна гэта реальная допомога у загрузцы вытворчих могутностей. «Все предприятия будут иметь общую сырьевую базу, будут иметь общую логистическую базу. И в то же время мы сегодня будем чётко определять свои роли работы на рынке. Кроме того, централизация закупок сырья для всего холдинга, для всех предприятий, позволяет получить более низкие цены на сырьё и, соответственно, улучшить эффективность работы в целом холдинга». А чуюсь выгоду и звычайные споживцы. За кошт уласной сыровины и перепрацовки внутри холдингу знизится собе кошт товару. З'явятся на рынку и новые виды продукции. У структуры холдингу уже будуют завод по вытворчасті кордону. Инна Кириенкова, Александр Петровецкий, Новины, Чашніки. Новые вытворчые участки Витебского предприятия легкой промысловости с цех индустриализации з'явятся у городку и Барани. Фабрика активно включилась в реализацию программы «Малые городы». Этот проект выгодный и для товаровытворцев, додатковые промысловые могутности, поширение ассортименту и для населенных пунктов з'явилися новые працовные месцы. По кольке у Витебска шмат швейных предприемств, у профессии швачки запотрабована и в кадровом дефиците. А на перифериях эта ниша на рынку працы не надто заполнена. Трикотажное производство планируется открыть в городе Барань. В перспективе там будет два потока с численностью порядка 40 швей. Второй проект – это в городке. Там, опять же, 20-40 швей в перспективе мы планируем открыть и развивать. Мы набираем изделий, то есть швей, увеличиваем тем самым производственные мощности нашего предприятия, увеличиваем выручку и снижаем себестоимость. Мы планируем за счет этого выйти на достаточно серьезную прибыльную работу. Витебская фабрика с тех индустриализацией зареинтованная на новую продукцию, термин реализации какой – значительно худший, чем выработка сезонного характера, верхнего ассортимента. Новые в творчестве допомогут забеспечить финансовую устойливость. В опыт работы первичных профсоюзных организаций на предприемствах городовского района раскладывали на выездном посяжении президиума Совета областного объединения профсоюзов. Райвы, конкамны, мальники и профсоюзы в районе працуют по принципам социального партнерства. Помеж ними заключено погоднение. И снова есть совет по працованным и социальным питаниям. Как у всех это уплывая на социально-экономичную ситуацию, высветляла наша сдымочная группа. Одна из наибольших шматликих профсоюзных организаций городочины на городоутворальном предприемстве «Тушкафабрицы» в профсоюзе тут 96%, а до сего коллектива без малого 600 человек. А кроме традиционных культурно-массовых и спортивных мероприемств, организация может похвалиться довольно мощным социальным пакетом и досконало прописанным коллективным договором, у яким основные нормы оховой працы и социобороны работников фабрики. Есть и социальные льготы. Это и материальные помощи к юбилеям, это материальные помощи к отпуску, это помощь и многодетным матерям, и пожилым людям. Все руководители, работающие на этой фабрике, идут навстречу всем нашим идеям, всем нашим замечаниям и стараются, чтобы и работа, и жизнь, и бытовые условия работников нашего предприятия были достойны. Головный инженер тушкофабрики Павел Коротков, один из тех, кто с устрока и удельников выездного посаджения, и он семь годов на предприемстве и ровно столько же у профсоюза. Говорит, организация допомогает выращать разные пытания, юридичные, оздоровленшие, бытовые и головные, сближая коллектив. В нашем предприятии каждый год, ну, один раз в год, профсоюзная инженерация решает, выдаются путевки, то есть на детей, лагеря, на детей тоже летние лагеря, оздоровительные путевки для работников. Проводится массовое мероприятие, как турслет, вот в летний период времени, что тоже в свое время и оздоровление, и объединяет в то же время людей. Профсоюзных лидеров на городской птушкофабрице подшествовали властные продукции из мяса индычки и медовуха из мед и носовой пасеки, продемонстровали творчие вырубы и показали концерт мастацкой самодеянности. А леголовный акцент взробили на взаимодействии профсоюзной организации с наймальником и райвиканкамом. Мы это, якого стабильная работа предприемства и, як следство, добра быть людей. Цель нашего выезда в городовский район посмотреть взаимодействие городовского райобъединения по выполнению комплекса мер, принятые федерацией Белоруссии в соответствии с решением Всебелорусского народного собрания, это основные положения социально-экономического развития на 16-20-е годы. Мы считаем, что это основной документ, и профсоюзы здесь должны тоже играть значительную роль, прежде всего, в социальной защите наших людей, трудящихся. Накольки стабильно и экономично эффективно будет працовать предприемство, настолько забеспечены и социально оборонены будут его супрацовники. Тому профсоюзы распрацовали целый комплекс мер по выполнению основных положений у программы социально-экономичного развития Белоруссии до 2020 года. Это истимулирование высоких выников працы, и удосконаление работы с молодзю, и переподрихтовка по наибольшь запотрабованных специальностях и заховании социальных гарантей. Первичные организации городовского района показали в этом становочий приклад. Вольхаш Маргун, Ян Пчельников, Новины, Городок. Самые устойливые советы по меж краинами будуются празэкономику, выполненный надзвычайный и полномоцный посол Королевства Швеции в Республице Беларусь Мартин Оберх. Дипломат три года працы в Беларуси, алих это его первая офицейная поездка в нашу регион. Визит носит ознайомленчий характер, холодная мета на властные вочи, убачить, чем живет Беларусь. Завязать и развивать контакты в деловой сфере, адукации и культуры. Со Швецией наш регион супрацовничая у историчных и культурных проектах. Что до экономичных совезел, то товар-разворот по Межвейцебской области и Швеции 8 миллионов долларов. Зараз основа экономичных совезел драунина, якая поставляется у Швецию. Глыбутский лесгаз поставляет элитное на сенние елки. Есть потенциал и взаимная затекавленность активизовать бизнес-контакты. Полночный регион робит ставку на транспортную логистику и древопрацовку в творчестве сельхазпродукции. У Витебскую область разом с Мартином Обергом прибыли представники компании Икеа, які затрималися на Аршанском льнокомбинате. Мы вже були в Орше, там смотрели льнокомбинат. Меня дуже впечатляет. Я даже не знаю, сколько вони вже експортирують в Швецию. Так що це, правда, через Естону, но я не знав. Надеємся, що возникають нові зв'язи імено с льнокомбинатом. Я думаю, що у вас вже є індустрия, яка може конкурувати на шведському ринку. Саме главное, щоб вони знали партнёра, які можуть, знають шведський ринок і можуть там продавати ваше ваше производство. Ещё, як тільки що обсудилися з губернатором, є потенціал, наприклад, деревообробітки. Ещё раз, щоб правильні люди з Швеції і з Білоруссії нашли друг друга, і познакомились, і нашли ділові, договори, і договорились, так що устойчиві зв'язи власникли. Шведська делігація наведала так само предприємства Марка і вітівські діваны. У програмі візиту НАФТАН, Полудський державний універсітет і другая гімназія Вітівська. Створить Центр культуры шведської мови на базі гімназії номер 2 Вітівська один і подобний навчальний установив Білорусі, в якій вывучають згятую мову. Такую ідею замежним гостям пропонавав я і директор Константин Кісялёв. Працтавнікі шведській делігації завіталі і в гэтую навчальну установу. Для гонорових гостей була проведена екскурсія. Паслу Марціну оберху у тим ліку показалі сучасний лінхофонний кабінет для вывучення замежних мов і клас для занятків з примененням інтерактивних садків навчання. Пасля делігація посольства Швеції зустрілася з групою гімназістів, які вучать шведську мову факультативно. Гостям продемонстравалі фрагмент занятків. Затым яны пахутарали з юнаками і дзівчатами. Цяшкості у перокладу не узнікла. Відзівська гімназія номер два. Дінаю в Білорусі рихтує поліглотов. Тут на уроках і факультативах вилучають 9 замежних мов. Шведська мова у новичанців користається особливій популярністю. Найбільш теплі сувізі з гэтай країною і у міжшкільних обмінах гімназії. Подріхтовка до цяпляльного сізону у Вітєбській області завершилася. Жилево-комунальні служби готові на 100%. Про початок цяпляльного сізону і проагноз на двор. Я на ближайший час у матеріалі Светланы Макаєвой. Ві Управлінні жилево-комунальній господаркі Абаловы Конкамі нам поведаміли, што усі об'єкты в області на завершальні стаді подріхтовки до цяпляльного сізону. Пашпорты готовності отримали ўжо 95% котельні. Термін полной готовності окреслены до першого кастришніка. Котельні предприятия ЖКХ, по ним заготовлено древесне топлива. У нас задання 400 тисяч плотних метрів, це 310 тисяч плотних метрів дрова, і 90 тисяч плотних метрів – це щепа. Тобливо заготовлено на котельних і готово на весь отопительний сізон к роботі. До початку цяпляльного сізону були заменены 72 км тепляльних сеток, що, увы, нику дозволило зміншить теплозатраты на 2,5%. На завершальному етапі – реконструкція трохкотельни. Це котельна ВПК ІТС, витівське предприятие котельних теплових сетей. Там установлено два котла суммарної мощності 3 мегаватта. Також установлено там конденсационні теплоутилизатори. То есть це ноу-хау этого предприятия. То есть выпуск данного оборудування на территорії Республіки Беларусь осуществував вперві. А так само реконструкція котельни у Пацвилья і Высокая. Котельна Андреївщина, то есть она не была у нас в плані по переводу этого теплоисточника з газа на МВТ, но було допалнітельне выделення денег по этому объекту. І також ми планируємо до конца года ввести этот объект. Суммарна мощності данного теплоисточника – 5 мегаватт. Створена комісія на обласному зроу, яка оцениває готовність объектів до тепляльного сезону і визнашає парадок подключення. При пониженні температури ниже 10 градусів, среднісуточні, буде прийматися решення по включенню детських дошкільних учріздень, школ, музеїв, больниц. При сниженні температури ниже плюс 8, буде прийнято решення по включенню жилфонду. А третій етап – це включення наших адміністративних і производственних об'єктов. Чого шакатят на дворі у ближайшій дні. Конец вересні буде прохолодним і дожливим, стверджають синоптики. Пристояще октябрь рождається умерено теплым на 1 градус выше климатической нормы с чередованием волн тепла і холода. В перші пятидневки прогнозується тепло-антициклональна погода. Ночі будуть свежими, а максимальна температура днем повысяться до 15-18 градусів тепла. По назіраннях синоптиків абсолютний максимум кастрічніка плюс 25 градусів зафіксовано 5-го кастрічніка 1999 года, а абсолютний минимум минус 15 градусів припав на 31-я кастрічніка 1966 года. А ці пакіні кастрічнік 2016, у летопісі мета назірання записи об температурных рекордах покажет час. Светлана Макаева, Ян Чельникова, Новин, Витебск. І яшчина тему жилєво-коммунальній господаркі вулиця 9-я Загородна і у Витебску протягуває тануть у нечистотах. Два місяці тому нашу редакцію звернулися містечі са скаргай на жоу. Участки дому затопляє брудом з выгробної ямы, каналізація іняма, а отходы життєдійності здравлянага туалета адпамповуюць раз у місяць. Колькі яшчеву дзе доўжыцца коммунальна кашмар, высвятлял Артур Смолякоў. Гэты адамы стоять у гарацкой рысі, а людзям здаецца, што яны живуть у Клаація, вулицю загородную містечі называюць каналізаційна. Вусюжо некалькі гадоў з выгробної ямы і дравлянага туалета у агороды тяча смуродная ваткаць. Пару місяцців тому коммунальнікі абяцалі ўсё выправіць. Час іде, а вы не куняма. Никто не приехал. Один приехал мастер. А что мастер можець сделать, если, как он говорит, жрет не обеспечиваєт их финансами? Они не можець сделать ремонт. И вот как було все это, так і осталось. І більше нікто не приїжав. Нікакой комісії не було. Люди просто уже перестали надеяться на что-то хорошее. Дом Лидии Морозовой стоїть на фекалиях. Побач, выгробная яма і туалет. А канализации не було спокон. А бедве крыніц і смуродні погрозы чістять раз у місяць. Калі драуляны клозет пераповнен і нечистоты тякуть па вулиці. С туалета льється жижа. Ну, фекалий будем говорити. Я не можу открыть форточку. Лето, комары, мухи, мошки. Вы представляєте сами, какое-то санитарне услови. В среду должны были почистить называемую яму помойную. Они не приїхали. Денег у них нет. Після сюжету про девятую загородну новинних регіону выход з ситуацією супрацівники ЖО-5 біцем бізна ішлі. Допомагчий місці, чим мог договор со спецаутобазой. Згодно з документам Жехарошмад пакутной вулиці планували обслуговувати регулярно і систематично. Але на Ністі глобальний удар па нечистотах пакульне отрималося. По мере возможності будуть выполнена работа по ремонту туалетів. Ми не сидимо на місці, ми стараємся работать. Уже є доп.соглашення на відкачку туалетів. Жехарі 9-й загородний за послуги ЖО платять справно і своєчасово. За год збирається сурьозная сума, яка я покриваю основным комунальне паломництва. Спеціалісты приїжджають, уздыхають, об'яцаюць допомагчий і просить набратися терпіння. Артур Смоляков, Сергій Котов, Іліані Табола, Новіны, Вітівськ. Кватары у новобудовлі умаляв нічим кутку неподалеку від Вітівська. Гучить привабно. Толькі вось будовніства дома за місць нормативних шасті місяців растягнулося на тры з полової годы. Хто віноватий, що робіць, і коли нова сілу отримають ключі від заповітних кватар, высвятляла Юлія Устінова. На момент, коли ми починали строити квартиру для нашого сіна, він навіть ще був не знайом зі своєю будущей жінною. Уже третій год, як вони живуть в місті, і в декабрі у них должен родиться ребёнок, к которому, к сожалению, пойти, кроме як, к нам, некуда. Колі заключалі договори на будовніства жилля у городськім пасёлку Лужасна, людзі разлічвали отримаць городський комфорт у чистой природной зоні удаліченні от шуму і інтенсівного руху транспорту. Аднак, будучі жильці заплатілі гроші і отрималі не комфорт, а головний воль. Будовніства 40-кватарного жилого дома замість нормативних шасті місяців растягнулася уже на 3 з полової годы. Перші покупнікі заключалі договори вясной 2013-го. Сроки затягіваються. Страдають, в першу чергу, сім'ї. Страдають сім'ї. Некоторі вообще не дождались. То есть, є інформація, що дольщики вже і умерли, хтось розвёлся. Получається, що людям просто надаєло ждати. Поэтому ми здесь все і собрались. Поколь будовніки узводили стіни, будучі сусіді не просто познайомилися, а і поспіли стати сібрами по нещасті. Три годы регулярно сустракаються, отсоршують будовніства, складаються листы і ходять на прийому розні інстанції. За гэтый час падкаваліся юридична. Основная проблема стоїт в том, що це не далібое строительство. Це строительство по предварительным договорам купли-продажи, заключенням договора займа. Якби все дома строились по далібому строительству, ми видим, єсть Біліво, єсть другие части города, там все здаётся в срок. Тут, к сожалению, ми не підучётні, і сполком, не райсполком, не область сполком, нас просто-напросто не видят. Ведучи про фінансові проблеми забудовщику, якого єсть дужніки по одним буйным об'єкці, многі будучі новоселі за своє кватері розличилися до термінова, якщо до здачі дома у експлуатацію. Що завісило от нас, здаємщиків, ми все зробили. Хочем, щоб ВТП тоже приложило усілия, для того, щоб закінчити цю стройку. Простры з полової годи, дом попадаваний на 90%. Застався невеликий об'єм, але люди хвалюються, що буде упущений момент. Наступають холоди, не сезон для завершення нікоторих робот на участку, а значить дата здачі дому у експлуатацию знову під питанням. На сьогоднішній день 23... Старими деньгами 23 млрд вложено. Собрано с будущих покупателей квартир 11 млрд. Ми вкладываем уже свои деньги. Вы понимаете, ми вложили свои. Кредитна нагрузка у нас в государствах. Правильно, я понимаю, що вас, але ми стараємося. Ми все платіжки отсылаємо, все ваші деньги все даме. Плюс сами. І ми все делаємо возможне к здаче дому в октябрі месяц. Межтым люди заплатили уже давно за своє жилье 100% коштує. Три гады могли б жить ва власних квартирах, а замість гэтага многі вимушені здымать жилье. Незразуміло, хто компенсує гэті страты. Люді лічат сябі подманутыми, процтаунікі будовнічай організації – покрылджанами. Стверджають, що до кожного шукали індивідуальний підход і шли на сустріч. Напруженна обстановка в окол проблемной пятиповерховки, полохає потенційних покупників жилья в удалечіній від городської медузини. Зараз на будовнічій пляцовці працюють не більше за 8 чоловік. Керівництво компанії впевнена об'яцяє здати дом у експлуатацію у Кастричніку. Покупніки кватер та Долгочаканага новосілля рихтуються, але усе ж підписують колективний лист у адміністрацію президента. Юлія Устінова, Сергій Котов, Ян Пчельніков, Новини, Вітєбск. Вітєбщина заздаровала джиття. У обласному центру в дев'ятий раз пройшла спеціалізованая вистава «Кермаш». Її програма разностайна. Консультації урачів, майстер-класи по здоровому харчаванні, адкрытая треніровкі з працтауніками фітнес-клубаў, рекомендація спеціалістаў павырошчуванні екалагічній продукції, выставы лякавых рослін і шмат чагуяшче. Уражынямі дзеліцца Светлана Макаева. Аткрытце выставы становіцца саправным святам здорового духу, бадзерості і молодості. Удзеннікі спортивных секцій, бізнес-клубу заражаюць енергиє і позитивом. Наміснік старшыня БВКанкану Вадзімер Церэнтіў урочыста аб'явіл, форум здоровага ладу жыцця адкрыты. У выставі прамаюць ўдзеў звэш пятидесяці предприємства, ўстануў, організацій. Галовнае задэша яшшы раз притягнуць увагу чалавека да галовнах складаючых здоровага ладу жыцця. Відкрываюць і больші комплексы. І зараз по порученню губернатора у нас на домуськ предприємства города Витебска начали выпускати тренажёры именно уличные. У нас є сьогодні є ж така программа по установці іх как в городі Витебскі, так і в крупних районних центрах. Ну і сьогоднішня прекрасна выставка, я, конечно, именно сьогодні і показує то, що наше предприємство в першу очередь сегодня бореться не тільки за покупателя, но і бореться, щоб этот покупатель покупал вкусную, качественну і здорову пищу. Більше за 20 заводів хлебопекарне і мясо-молочне промисловості в області широ запрошали продугаставати свою продукцію. Сырьо, яке йде на производство продукції, мясо-молочне, оно практически выращивається сегодня в екологически чистых условиях. 80% скота сегодня выписається на круглых сутках. Скот полностью оздоровлен. Сегодня чистая луга, клевера, то есть молоко, мясо, это сегодня действительно получено в екологически чистых условиях. Консультации, парады, рекомендации можна було отримати у специалистів ведучих медицинських установ в області. У речі областного дитячого клінічного центра вели розмову з батьками об необхідності прививати дітей, особливо у перегрупозних перейд. Со своими новинками знайомили простонники белорусской фармацевтичной промысловости. Знать своих производителей, что може сберечить не только здоров'я, но і определенные фінансові средства. Безусловно, активний образ жизни обязателен для того, щоб сохранить самое ценне, що листі у чоловіка здоров'я. Познаємося махчима було і з нетрадиційними методами лечення, існує нікалькі напрямку ваказання медицинській допомоги чоловіку. Але першим прішатковим для кожних з нас євляється здорова ладжиття. Гэта му спряяє і однолькова погляд твоїх колег на проведенню сумісних спортивних мероприємствів. У нас єсь секція по волейболу, художній самодеєцельності єсь, ми посещаєм плавательний басейн, у нас група єсть, і тренажерний зал, поэтому ми всіда выступаєм за здоров'я брось жізни. На два дні концертне зало «Витебск» стало святом здоров'я, бадзерості і привабності, правільнага ладу життя. Светлана Макайва, Дмитрий Кота, Новіна Витебск. Выключна за здоровый лад життя жігары вулиці Ленинградська і у Витебску, які звернулися на гарачу лінію нашій программы. Уразрез з їх разумінням пропаганды ЗОЖ ідуть кіоскі тытунь, які стали з'являцца на припынках громадського транспорту. Новые пригожі ларкі далеке не усім прайшліся до спадобы. Многі выказаліся супраць таких нововядзенью. Чым конкретна незадоволінае місці, чы доведалася наш корреспондент Настасья Броўка. Жігары одного з району города Витебска вельмі узрадаваліся, калі на сваім припынку бачылі новы пригожі ларок. Тут даўно чакалі продуктовую кробку гандлю. Але я кое ж було іх здівленні, калі заміст хлеба і малака іім прапанавалі папаліць. Витебск пачалі запаўнят шапікі, шыльдай, тытунь. Усяго на вулице города установлено 10 таких ларков. А зачем здесь ларёк табак? Нам, чтобы съездить за полбулки хлеба пенсіонеру, надо отдать 8 тысяч. Четыре туда і четыре обратно. Привезти полбулки хлеба или малака. Це сама необхідімость. Поставить здесь останоку, а ларёк не табак, а продукты. Ми тільки за. Аткрыты продаж тытуню у крамах давно обмежавалі. А зонами вольными ад курэння обвястіліся бі бальніцы, школы да і многі дзержавны ўстановы. Але пакуль адны з курэнням змагаюцца, інші прасовуюць яго ў масы. Причым шапікі тытунь усталёвуюць не ў закінутых завулках, а ў самых, што не на ёсць людных місцах. На припынках громадського транспорту. Я, как асмати, как інвалід второй групы, каторый вообще не переносит курение никак, я возмущена до предела появлением табачного ларька на остановке. Возмущена до предела. Я бы хотела, щоб вообще запретили курить на остановках. Однаку витебскім гарвы конками ліцжать, што яркі кіоски шильды віалізними літрами ніяк не рекламують тытуньовую продукцію. Их мета – обраніць ринок збыту айчынных тытуньовых вырабу і стаць форпостом у брадзбе за імпортным вытворцем. Усё зроблено у рамках закона. І потребування антытытуньового законодавства так само виконаны. Цигареты будуть у закрытый выкладце. Знайсті консенсус поміж прихильніками і працівніками шкодной звычки складана. Той, хто хоче атруціць свой організм, знайдзі для гэтага любые шляхи. Або спаліць або не, кожну варашає сам. Настасья Броукаля, Ниттайбола, Новіны, Витебск. У першую суботу Кастрычніка своё професійное свято адзначалі настаўнікі. Яны праймалі віншавання ад сваіх вучняў і їх батькоў. Одраз педагога ўучалі слова ўдячнасті за нелёгкую працу, клопат і добрыню. У гэтай професії не бывая абыяковах і вападковых людзей. Яны прайходзять сюды па закляку серца і душі. Напяреды дні свята наші корраспандэнты завіталі ў Кіровскую школу Витебскага района, дзі заховуюць пераемнаць і лепшая традиція. Звучайны ўрок англійськай мовы ў шостым класе. Педагог 43-гадовым стажем Ларыса Сямёновна Давыдзёнок вучыць сваіх выхаванців правільна вымовляць гуки, завязвае шчыры діалог і такім чынам спрабуя привіць любов до замежной мовы. І нехай сабі не ўсё ў їх атрымліваецца адразу. Головна і лічыць яна викликать довір і жадання вучыцца. А так само будь патрабувальний до сябі і пастаянна повышать свій професійний узровінь. Кога у учителі єсть уровінь, професіоналізм, це діти зразу видят. Професіоналізм, требовательність і участьливість в судьбі ребінка, я считаю, що це саме основне, що буде двигати потім роботу учителя. Надо терпення і желання просто помочь этим маленьким людям стать такими же большими, умными, і грамотними, як мы самі. Сярод-выпускніку Ларисы Семёновны немало тих, хто абрав професію наставника вучыць дзятей замежной мові. Яна ганарыцца сваімі вучнями, якім удалося привіць добрыню, щыраць і чалавечнаць. Гэта самая великая падзяка за нелёгкую працю педагога, признаецца Лариса Семёновна. Уйду зі школи, я буду її помніть одну із всіх вчителей, тому що її доброта віддає себе повністю в школі, переживає за кожного ученика. Педагог з большого боку, це правда про нею. Доброзачлива і спогадлива Лариса Семёновна заусюди діліться своїм опитом з молодими колегами і во всім їм допомагає. Мабуть, з її лёгкої руки худка улілася у професію молодий педагог Дар'я Рудкевич. Прийшла у школу три годи тому і затрималася. Признаецца, знайшла себе. З радостью робить свою любімую справу. І ви не представляєте, яка це радость, видіти успіхи твоєго дитина. Кога ти приходиш на урок до малышам, і ти слышиш, як вони правильно произносять звуки, як вони правильно відповідають тебе цвіта, алфавіт. Ти видиш, що ти чого-то добився, і ти видиш це благодаря твоїм маленьким ученикам. Дар'я Рудкевич активно займається самоадукацією. Удзільніча в розних семінарах, курсах, дякуючи немецко-пілоруському проєкту, у навчанців школи зав'язалися добре відносини з немецкими сябрами. І зустрічі з імі садзінічують у досконаленню молних навыків. Об'язково потрібна наглядність на уроки іностранного язика. Тобто зістюю якісь картинки, плакати, яркі, інтересні, щоб привлечі дітей к уроку. Ось багато граємо на урокі, тобто придумую якісь гри, особливо для учеников начальній школи. Творчі, апантаны і улюбённы в свою професію. Любімі наставнікі приймають віншаванні от своїх удзячних вучнів. Знаму учителя! Знаму учителя! Інна Кіріенкова, Леонід Табола, Новіны, Вітебський район. Волонтёры Руху Добре Серце Білорусського Республіканського Саюза Молоді подвяли выніки обласного етапу Республіканської доброчинної акції «Аднавлення святынь Білорусі». Спочатку года молоді люди активно займалися реконструкцією і доброупорадкуванням православних храмів по усій в області. На гэтым тидні старшиня Вітебського обласного савета депутатов Уладімір Цярентьєв разом з волонтёрами і вихованцями дзіцячих домов регіона прибрали територію Ложеснянського свята узнясенського храма. Толькі у Вітебській в області спочатку года доброупорадкували більш за 60 культових об'єктов. Каля тисяча волонтёров разом з шкільниками і вихованцями дзіцячих домів провели масштабну працю на території храмів і кастілів регіона. Младі люди оказывали допомогу по уборці бытового і будовнічого сметці, виконували підсобні роботи. Главной целью цієї акції, на мій взгляд, є культурно-нравственне воспітання нашої молодёжі, показати їм якісь духовні, культурні цінності беларуского народу, цінності культурного наслідзі Республіки Беларусь. Подтермаў республіканську добрачынну акцію старшыня Вітебського обласного совета депутатов Владімір Цярентьів. Особістым прикладам демонструючий як треба бірахчы і заховуваць спадшыну і культуру свайго народа. Конечно, це тудове виспитання, с одной стороны, это раз. С другой стороны, в принципі, і дети лучше узнають свою історію. Історію свого родного края, історію своєї родини, прикасаються действительно к святыням. Доброчинні акції не тільки виховують і розвивають духовно-моральні каштовності молоді, а яшчей дають в ідатній махчимості познайомиться з однодумцями і наводзавести нових сяброу. А я вже успел пообщаться со всемі чотирімя командами з детських домів, і вже завел якісь нові знакомства, ми вже со всіми ребятами дружимо і хорошо общаємось. Возможно, будемо в далейшем общаться. Насыщенна программа акції не тільки праця, а й ашчай спортивні действи. Шкільники-вихованці дитячих домів проняли удел у спорту к'яде. Після у всіх удельника узнагородили солодкими подшастунками. Настасья Броука, Ян Пчельнікоў, Новіны, Вітіпск. 26 вересня на 69-м годі пайшоў з життя артыст національного академічного драматычного театра ім. Акуба Колоса, ведучий майстер сцены Валянтін Александрович Цвяткоў. Боў за 40 годов юнат Дана служиў Вітіпскому театру, сыграў вялікую колькасть яскравых і запамянальных ролів. Паміць італіновітага артыста із черга чалавека прасвятіла свой сюжет Таціяна Івановская. Пра такіх, як Валянтін Цвяткоў кажуць, ён аддана служиў. Служиў не режісёрам, ті кераўніцтву, мабыць таму і застаўся без звання. Служиў театру, мастацтву. І рабіў Валянтін Александровиш гэта тиха, дастойна. Зунутранай цензурай, як кажуць. Любіў мастацтва ў сабе, а не сябі ў мастацтві. Уведайце, завалей со студэнцкой скамейки, со студэнцкой гаду, ўтянув шо такі шлейф, шо то бала гур такі, жартаўнік. Шо гэта так, гэта дэго не адымеш, гэта гэта ёсць. Аля гэта была ў нейкэм сэнці і маска. А за гэтай маскай скрывався чалавек высоко интеллектуальны, разумны, поверьте мне, я это ведаю. Чалавек, які росокоорганізованной внутри. Велика культура внутрёўўўўўўўўўўўўа была, была, ўось. Тяжко найти человека, которого он когда-нибудь уже теобразил, нахамил. Человек, который мог сутки отстоять, как купить потребную книгу, и не для интерьера, а для души. Он был уважаем. И вы знаете, его ценили не за то, что он был такой балагур, хотя я считаю, что человек, который обладает чувством юмора, это хороший человек. Но он был действительно умнейший человек. Вы знаете, даже я попадал в просак, он называл мне какие-то произведения, а, к сожалению, я не все читал. Он, у него можно было поучиться всему. Роли у спочатку было шмат. Особливо у той час, калі пройшоу працювать на Колосовскую сцену у 74-м, пасля заканчыня Театрального института. Играу у п'есах Чехова, Гоголя, Мрожака, Караткевича. Самый любимый называу ролью человека у спектакля «Шахматы» Станислава Рахавяка. За яе был узнагароджены дипломом за лепшое выканание мужчинской роли на Всесоюзном фестывале польской драматургии. Аднак свою головную роль, у здаецца, так и не сыграу. Режиссеры частей усяго эксплуатавали некі комедийны в образ Цвяткова, якім привыкли бачыць у житсі. А яго смутык, драматызам быцэньми зауважали. Калі толькі зрэдка. Як у выпадку с одной апошніх пастановак «Пахывайте мене за Плінтусам», дзе Валянцин Цвятков вельмі моцна сыграу роль у дзеда. Дзе Валянцин Цвятков, дзе Валянцин Цвятков, дзе Валянцин Цвятков. А я зараз, зараз буду, зараз, уже йду. Дзе Валянцин Цвятков, дзе Валянцин Цвятков, дзе Валянцин Цвятков. Дзе Валянцин Цвятков, дзе Валянцин Цвятков, дзе Валянцин Цвятков. Наша задача состоит не в том, чтобы сближаться друг с другом, как нельзя сближать Солнце и Луну, море и сушу. Наша цель состоит не в том, чтобы переходить друг в друга, но узнать друг друга и видеть, уважать другом то, что он есть. Противоположность другого и дополнение. Поражённый Гольд Муд опустил голову. Лицо его стало печальным. По дровязности у Артура Смолякова. Пожар на складе горючо-змазочных материалов – легенда в ученню. Объем резервуаров для авиационного палева больше за 3000 литров. Масштабы макчимы трагеды и уявить складана. Это охлаждение и подача воздушно-механической пены не просто воды, а механической пены, которая изолирует, локализует горение и не дает дальнейшего распространения. ГСМ или горючо-змазочных материалов всегда горят с большой температурой, сопутствует взрыв. Першие для сгорания – аварийное подразделение аэропорта. А я ныне осуществлют круглосуточное дежурство. До приезда пожарных цистерны остуживают водой. Разликом ротовников 10 километров шляху до аэропорта треба переодолить за 12 хвилин. Мы уложились, потому что было еще не самое пиковое время. Из шести водителей только два наступили дорогу, как положено. Несколько водителей просто нас подрезали. А пошлий этап в учении – утушение руховика самолета. У авиации выкористовывают сплавы металлу, которые грают так, что водой не потушить. Потребна особливая пена, которая не дозволит кислороду поступить до вогненной поверхности. Некольки хвилин и пожар у минулым. С всеми задачами аварийные службы справились опоспяково. Напереде – деталевый разбор полетов. Артур Смоляков, Ольга Масловская, Александр Петровецкий и Леонид Табола. Новины. Витебск. Наместник директора одной из коммерцийных фирм у Витебска – знойдиной забитым у Шумилинским районе. Тело у кустах для поселковой дороги поблизу везки Хрыбки выпадково знайшел мясцовый жихар. Эксперты наличили тшатыры ножовые ранения, зробленные штык-ножом. Зараз вядомо, что 33-х годовый Витеблянин на уластном автомобиле БМВ поехал заключать сделку у городок. И оттоль не вернулся. По хорачих следах, по подозрению в забойстве, следчая затрымали 34-х годового ранее несудимого жихара городка. У его гаражи знайдены документы и каштовные речи забитого. А поблизу, на территории гаражного кооператива, автомобиль бизнесмена со снятыми регистрационными номерами. Вероходный злочинцы сбирался его продать. В управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь в убийстве, совершенное из корысти. Работа еще по делу продолжается, назначены необходимые экспертизы, проводится допрос подозреваемого с адвокатом, отрабатывается версия о совершении данного преступления группы лиц. Зараз затрыманы по подозренню в забойстве дае показания, яго проверяют у тым лику с допомогой полиграфа. Усе обставины здарения высветлить следство. Четыре человеки у тым лику двухгодовых хлопчик загинули в вынику дорожно-транспортного здарения у Витебском районе. Ясчетры человеки с травмами знаходятся у больницы. Авара за делом двух микроавтобусов отбылась поблизу везки Осетки. Наша здымышная группа побывала на месте ДТЗ и ведая подробязности. Два микроавтобусы сотукнулися на немалой худкости на перекрыжевании дорог у Витебском районе. На выезде звездки Осетки на автодорогу М8 межа России, Витебск-Гомель, межа Украины. Авара отбылась в субботу около шастих один вечера. Баченность на этом участке дороги ничем не обмежаванная. Покрыть все дороги было сухим. В результате столкновения под углом почти 90 градусов автомобиль Volkswagen Transporter опрокинулся и слетел в пювет, где упал на крышу. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter тоже в результате столкновения лег на левый бок. У автомобиля Volkswagen ехала витебская семья, батьки и двое детей. У вынеку авары дорослые их двухгодовый сын загинули. Одиннадцатигодовый хлопчик зараз находится у детячей больницы. У Mercedes с молдаускими регистрационными номерами так само ехали четыре человека. Жанчина-пассажирка загинула на место здоровья. Водитель и еще один пассажир с травмами доставлены в областную клиничную больницу. Это тое самое место, где субботним вечером отбылась авария. Водитель Volkswagen при выезде с другой дороги и повороте налево должен был пропустить все автомобили, что рухаются по трассе. Тем не менее он неправильно оценивает дорожную обстановку и выезжает на перекрыжование. Может тому, что Mercedes в этот час ехал с превышением худкости и адекватно оценить отлеглость, где его было складано. На это вопрос теперь будут шукать отказ следшие. Узбуджена криминальная справа, ведется следство. Призначены шерох экспертиз. Специалисты провели реконструкцию дорожно-транспортного здоровья. Сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз проведена работа по фиксации, отобразившей на месте происшествия следов предварительное исследование технического состояния транспортных средств на предмет наличия неисправности существовавших до дорожно-транспортного происшествия, которые могли явиться причиной непосредственно трагедии. Также эксперты и автотехниками на месте происшествия проведена реконструкция столкновения транспортных средств, которые позволят установить механизм ДТП. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, автотехнические, трассологические экспертизы. Допрошены свидетели, потерпевшие данного дорожно-транспортного происшествия. Следователи обращаются к гражданам, которые стали свидетелями данного дорожно-транспортного происшествия, обратиться в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области и рассказать об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования этой справы взял под особистый контроль начальник Управления Следственного комитета по Витебской области. Есть еще одна немаловажная деталь. Двухгадовый хлопчик, который загинул в этой аварии, перевозился с порушениями правилов без специальных детских отримавливающих пристосований. Больха Шмархун, Кирилл Кайсберг, Новины, Витебский район. Лепшие аутоинструкторы працуют у Витебской области. У столицы подведены выники конкурсу по профессийным майстерстве сарод инструкторов практичного ваджения. Удельники с поборництву команды аутошкол ДТСА в Зусе Беларуси. Какие практикования выконывали профи и чему перемогли витебляне? Ведая Артур Смоляков. Горка, змейка и разворот. Стандартные задания при сдаче экзаменов на водительское посвечение. Только на этот раз замест курсантов сами инструкторы. Як высветлилася, идеально выконыць навод самое простое практикование. Задача не из легких. Старт с пробуксовкой, але галуная не откатиться назад. Горка першае практикование, из якого починается полоса пирожкот. Сюня ее проходит стыя, у кого заплячыма шмат годовый стаж. За звання лепшого инструктора змагаються представники аутошкол Зусе Беларуси. По четыре человека у каждой команде. У складе сборной Витебской области лепельские профессионалы. Сюля таим есть, чем гонориться. За третий квартал сдача экзаменов ГАИ по категории Б – 88,3%. А общая сдача по всем категориям – 98,7%. А вообще, я считаю, самый высший процент, я думаю, даже по всей республике. Незвычайный конкурс ДТСА в першине организовал 12 годов тому, с того часу проводить регулярно. Тут упевнены у любой профессии, повинен быть лепши. С поборництвы ладзится под пильным наглядом в опытных специалистов, ставлення до конкурсантов, як на экзамене. У фаворитах за все до Витебляне. Ниже и другого гульнокамандного ясчэ не опускаліся. В первый день они соревновались по знаниям правил дорожного движения, дальше по методике обучения, устройства и практическое вождение, то есть отработку упражнений на автодроме. И мы там достойны уже после первого дня в республике. У нас был отрыв от Брестской области на 800 очей. Уже после первого дня было ясно, что Витебовская область без призов не останется. Идеальные веды правилу дорожного руху, деталю и механизму авто – бездокорное вождение. На конкурс приехали сопраудные асы. Некольки дён аутодромных баталий пераможцы вызначены. Лепшие инструкторы працуют у Витебской области. Я за рулём 18 лет, не постоянно работаю с машинами, поэтому даже в этом же конкурсе по устройству я без проблем выиграл, занял первое место. Начинались велосипеды, мотоциклы, машины, двигатели – это не проблема. Разобрать, собрать, сделать любой ремонт, абсолютно любой. Виктор Рубаник – змеёра у инструктором у автошколи працует 9 годов. Сё лета снова подтвердил высокую квалификацию. Другий год за пару яго лепшая подрыхтулка и лепший выник. Отбою отжидаючих взять уроки в адженню у профессионала няма. Большая нагрузка, скажем так, поэтому работать приходится. И, ну, как минимум, это 4 человека. Ну, а так бывает и 5, и 6. В среднем 10 часов. Бывает иногда и по 12 приходится работать. Сёння ДТСА фрыхтуя мальпалова у всех водителей в Беларуси. Это одиная организация Украины, якой доверена подрыхтовка водителям для силовых структур. Летость автошколы ДТСА подрыхтовали больше за 57 тысяч специалистов. Основный показчик квалификации курсантов – процент сдачи экзамена УДАИ. И тут и он самый высокий у республицы. Артур Смоляков и Леонид Табола. Новины и Лепель. У Лепели завершился республиканский финальный турнир по футболе Сярод-Юнаков «Колосок». Пять команд за всех регионы Украины, пераможцы областных с поборницей, на протягу четырех днен отстойвали звание моцнейшей. Светками нежартованных баталий и упорты боротьбы стали и наши корреспонденты. Постоянная атака соперника, аккуратная гульня в обороне, гульнявые передачи и китки у вороты. Не иначе, как профессиональный их гульню не назовешь. На поле сустрелись не просто команды переможцы областных с поборницей, а лепшие из лепших, кто не один год профессийно займается футболом. Сярод у дельников турниру юнаки 2000-го и 2001-го годов на роджение. Усеяны сельсками совастей. Многие из них – выхованцы специализованных детячо-юнацких спортивных школ. Уровень соревнований достаточно высок, потому что многие игроки владеют необходимым набором тактико-технических действий, что выливается в хорошие результаты на футбольном поле. Разыграть головный кубок турниру селета довелось пятикомандам. Одна только команда Бресской в области не доехала. До гетуль хлопцы выиграли у своем регионе. Зараз задача ускладняется. Приходится смагаться на ровных. На поле сустрелися лепшие из лепших. Можем выигрывать, можем, но некоторые доработки все-таки есть. Надо стараться, стремиться еще к большему. Наверное, в обороне больше не хватило. На падении все достаточно хорошо, а линия защиты еще надо дорабатывать. Турнир проходит очень хорошо, на высоком уровне. Судейство достойное. У каждого разная тактика, поэтому будем стараться в перерывах, между играми что-то корректировать, кого-то куда-то переставлять. Команду Витебской в области на этот раз представляли юные футболисты из Лепеля. Хлопцы в ау-парте и бородьбе отстояли право выступать на этом турнире и с годностью тримать удар соперника. Не все удается, шмат поражений. Однак варта уличить, что это самая молодшая команда на турниры. Ну, может, опыт, а может, тренироваться больше нужно. Старшими играешь, много научишься. Что годовый республиканский турнир проходит под патронажем Министерства сельской господарки и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Тому и узнагороды отповедные. А кроме головного кубка и медалев, все удельники с поборництву отрымали грошовые премии. Инна Кириенкова, Кирилл Кайсберг, Новины, Лепель. От турнира «Аматора» удаст поборництва у профессионалов. Настал час спортивных анонса. Сергей, какие интересные новины ты подрыхтовал на этот раз? Хоккей, ганбол, бокс, спортивная гимнастка и навод хоккей на траве. На наступном тыдне спортивных падей достаточно. Одинная незручность для болельщиков то, что больше стартов спортсмены Витебской области проводят на выезде. На этом тыдне с нашей спортивной афишы выпал футбол. Таким чином у аматоров гуйнявых видов спорта есть мягчимость переключить увагу на хоккей и ганбол. Не будут сумывать и прихильники индивидуальных видов спорта. Бокс и спортивная гимнастка покинут шмат приемных уражений. На этом тыдне хоккейные дружины Витебской области ждут выездное турне на заход Беларуси. В авторах шостого Кастрышника хоккейный клуб Витебск состранится с Неманом, а новополоский химик Сказ Лидый. Справую сегодня в розыгрыше у наших земляков поколи дуть нелепшим чином. Коли витебские медведи, ящие мкнутся отбирать очки урованных по силах соперников, то новополошане не могут спынить шаргу неудач. На то и есть объективные причины, але болезщики заусю дожекают от хоккеистов перемог. В раздва дни восьмого Кастрышника уже в витебляне высадить одно сеный злидый, а игроки химика померятся силами с Гродинским Неманом. И еще один турнир шостого по восьмого Кастрышника преме областный центр. В зале имя олимпийского джипеона Вершислава Яновского пройдет большинство Витебской области по боксе. У им прамыть удел выхованцы мясцовых детячих юноцких школ. А это заусюдер шматый дельнику и непрактиказальная боротьба на рынку. И завершу агляд спортивные подеи, якою преме Могилев. Там пройдет чемпионат Республики Беларусь по спортивной гимнастовце. В горной Витебской области будет представлено 10 спортсменами. 5 мужчин и столько женщин аспрэшит лидерство в командном заліку и разыграют у знагороды на особных снарадах. Республиканская спортивно-массовая акция «300 талентов для королевы» добралась до Витебска. У Мясцовом в училище Олимпийского резерва проходит тестирование школьников других четвертых классов. С метой выявить детей, здатных на высоком узровне займаться легкой атлетикой. За занятками будущих спортивных зорок Сачыла и наша здымышная группа. Спортивно-массовое мероприемство «300 талентов для королевы» ладзится другий год запад. Отбор юнок-спортменов проходит у четыре этапы. На першем деці у сих школ в області сдають нормативы своим наставникам физкультуры. Посля гэтага юнаки і дзявчинки, які добра прайшли іспыты, збіраюць у Витебску. Тут яны подтверждаюць своя спортивная збольності. Заме працуюць заслуженый трэнеры-специалисты. Наставники дають детям парады капстам уливать их надалей займаться лёгкой атлетикой. Всё лето дети чекают за семья лёгкие вопробования. Для них это праздник, игра. Ну а в будущем, кто знает, может быть, среди этих маленьких детишек появится будущее и Алина Талай, и Марина Арзамасова, быть может, и Иван Тихон. На данный момент у нас областной этап. Я напомню, это повторное тестирование, которое состоит из пяти основных дисциплин. Это у них первое. Это бег 30 метров, прыжок с места, челночный бег, метание мяча. И последний заключительный вид у них это бег на выносливость. Для мальчиков это будет 800 метров, для девочек 500. Сярод школьников других четвертых классов, які всё лето сдают тестирование, есть уже и свои ветераны. У минулом годе дети удельничали у Распавликанском финале с поборництва, у які проходят у Минска. И окажуть, яны захвары легатой справы. И всё лето знову готовы позмагаться со своими одногодками. Мне очень там понравилось, там было сложно. Но я не волновалась. Ну и сегодня я решила ещё раз попробовать. Каким видом спорта занимаешься и что тебе это даёт? Я занимаюсь лёгкой атлетикой. И мне это даёт силу. Аля первоважная большинство хлопчиков и дявчинок, які сёльта будуть бегать, кидать и скакать, новобранцы с поборництвом. Я спортивная девушка. Я очень пострадею. Я занимаюсь танцами. Меня сюда в бурдале. Я занимаюсь хоккеем. У меня получается не заниматься. Я очень быстро бегаю, сдавала нормативы для 10-ти лет. По выниках другого этапа, які пройдут в 4 городах в области, тренеры отбарут только 46 юных дарованьев. На восіньских каникулах спортсменов запросятся у городок, где они пройдусь в учебно-тренировочный сбор. А зимой они выступят у финале республиканских споборництв, які пройдусь у Минску. Сергей Мясорогин, Кирилл Казберг, Новин Витебск. Гэта ўсе основные падеи, про які корреспондэнты наші программы паспелі рассказаць за тыдзень. Вынякова інформацыйная программа «Семь дзён» на гэтам завершена. Мы былі ў эфіра на протягу годіны. Сустрынімся ў наступну нядзелю. Усяго добрыха! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!